Наше предприятие входит в состав холдинга по производству лекарственных средств в Красноярске. В конце года мы провели модернизацию и начали производить замену моральной и технически устаревшего оборудования. Я работаю 10 лет главным инженером на производстве и хорошо знаю все технологические процессы. Выбор нового оборудования я производил самостоятельно, согласуя его с руководством перед покупкой. Работа была, по сути, непростая, техники на рынке представлено много, изменились и автоматизировались многие процессы. В фармацевтическом производстве очень важно контролировать качество сырья и готовых лекарственных средств. На производстве проверяют показаниями уровня влажности, времени плавления, прозрачности, времени распада и растворения, количественного состава, таяния, параметры твердости, толщины, тягучести. Чтобы продукция была, по сути, качественная и полностью соответствовала требования гигиены, необходимо было по сути серьезно подходить к вопросу выбора оборудования. После частичной модернизации, мы решили производить капсулы для лечения кишечных заболеваний, запечатанные в алюминиевой фольге в групповой упаковке по 6 штук. Тонкая пленка из алюминия со слоем термосвариваемого лака должна была, по сути, обеспечивать защиту препарата от воздействия вредных факторов окружающей среды. Так как я уже выбрал много различного оборудования для нашего предприятия, у меня был небольшой опыт по подбору и остались контакты некоторых надежных производителей машин. Я начал с ними связываться по телефону и уточнять, смогут ли они произвести компактную блистерную машину для упаковки таблеток в алюминиевую фольгу. В качестве основных критериев я указал автоматическое управление, качественный материал оборудования из нержавеющей стали, фасовка по одной таблетке. Сначала я обратился в компанию из Германии, которая предложила мне автоматическое оборудование для фасовки твердых желатиновых капсул в алюминиевую фольгу, однако она уточнила, что весь процесс доставки, таможенное оформление и монтажа оборудования не входят в стоимость. Доставка могла затянуться и я отказался. Потом я связался с компанией из России. Она сказала, что они не производят автоматы такого типа, однако вообщем, если мы можем подождать, они готовы спроектировать и произвести машину, но это будет не раньше следующего года. Я не был готов ждать. Еще один производитель оборудования из Китая предложил мне автомат с фасовкой по 4 штуки, я не принял предложение, так как мне поставили задачу найти фасовку по 6 штук. Я решил пойти по другому пути и посоветоваться с профессионалами, которые, в принципе, работают в сфере поставки фармацевтического оборудования и может предложить другой вариант машины. Я искал в интернете посредника из России, так как однажды у меня есть неудачный опыт по поставке оборудования китайским посредникам, когда нам привезли линию по фасовке порошка, однако не было. По сути, ни документов по установке, ни технического паспорта. Мы долго настраивали линию, консультировались с производителями по телефону, хотя они неохотно с нами хотели разговаривать. В интернете я выбрал три поставщика. В качестве критерия я рассматривал время работы фирмы на рынке поставки фармацевтического оборудования, сайт компании, условия поставки машины. Всем компаниям я позвонил по телефону, чтобы, главным образом, убедиться в профессионализме менеджеров. Специалист одной компании сказала подождать пять минут, но так и не выслушала меня. Такое отношение к клиенту мне не понравилось. Менеджер другой компании из Самары поговорила со мной вежливо, задавала вопросы о необходимой производительности оборудования и желаемых сроках изготовления. Через пять дней на почту я получил от них 10 вариантов различных машин для групповой фасовки капсул и предложение сделать выбор самостоятельно. Я понял, что у них нет профессионального подхода и мне не помогут в решении поиска оборудования. Последний, третий вариант посредника оказался для меня удачным. Менеджер мужчина говорил со мной как с профессионалом. Задавал конкретные вопросы о желаемой производительности машины, размере упаковки и фасовки, рассказал об условиях поставки. На этапе консультации он предложил автоматическое оборудование для фасовки капсул в алюминиевую фольгу, которые я смог быстро согласовать с руководством предприятия. Машина была, по сути, приемлема по характеристикам и по цене. В течение недели мы заключили договор на поставку оборудования. Специалист попросил протестировать выслать для проведения тестирования оборудования алюминиевую фольгу, в которую планировалось упаковывать капсулы и сами красно-белые капсулы. Менеджер за две недели до поставки сообщил о степени готовности автомата. На электронную почту он отправил видео с работой нашей машины. Процесс упаковки состоит в подаче капсул и плотном сжатии ее алюминиевой фольгой, поступающей в двух рулонов. Затем происходит автоматическая сварка и резко алюминиевые ленты с капсулами. Красно-белые капсулы очищаются и поступают поштучно для формирования ячейки. Сформированные ячейки с капсулами разрезаются по шесть штук в каждой пластине. Весь процесс автоматизирован и управляется при помощи специальной автоматической панели. Через 35 дней после заключения договора мы получили машину. Менеджер предоставил гарантию производителя, технический паспорт оборудования, чертежи, инструкцию по эксплуатации. Мы произвели монтаж автоматического оборудования для фасовки твердых желатиновых капсул в алюминиевую фольгу и за неделю обучили работника, который, в принципе, будет закреплен за машиной. Это дало нам возможность запустить производство желатиновых капсул у групповой упаковки на две недели раньше, чем было по сути запланировано. В будущем я планирую обратиться к менеджеру этой компании за покупкой аналитического оборудования, которое необходимо закупить для производства препарата в желатиновых капсулах. Я уверен, что он подберет мне качественную технику. В выборе любой покупки необходимо квалифицированная консультация. Проект обязательно будет успешным, в общем, если эта консультация была, по сути, получена от профессионала.